Да, теперь вас слышно. Здравствуйте, Слава Богу, здравствуйте. Меня зовут Татьяна Засорина, я из Ростова-на-Дону, и у нас необычная школа, у нас дополнительное образование, и это связано с мультфильмами. У нас уже 6 лет есть мультстудия детская, но именно как образовательный проект. Мы учим одних детей делать компьютерные мультики в программе «Тунбум», то есть они рисуют и анимируют в компьютере. Как я всегда говорю, король лев, который старый, добрый, вечный король лев, он как раз был практически на процентов 80 сделан в «Тунбуме». А другие ребята делают мультики пластилиновые, Ну, в зависимости от того, что вас интересует, я вообще про мультстудию могу рассказывать очень много, поэтому, если хотите, вы можете спрашивать. В первую очередь меня интересует, что происходит с продуктами ваших учеников. Есть ли примеры, когда то, что создавали ваши ученики, попадало в реальный эфир? Ну, в реальный эфир попадало по той простой причине, что наша мультстудия находится в медиапарке «Южный регион», и там есть свой телеканал, поэтому некоторые лучшие мультики, и мы даже заставки некоторые делали пластилиновые с детьми, они были в эфире. А вообще, конечно же, все мультфильмы каждый год, после того, как за них проголосуют на выпускном вечере, у нас есть такое зрительское голосование, и за победу претенденты получают настоящую статуэтку, как победителя и диплом. Все эти мультики, естественно, размещаются на канале, который у нас есть в Ютубе, и на канале, который у нас есть в группе ВКонтакте. А сколько аудитория канала на Ютубе? Ну, небольшая. Самый большой... В десятке, в сотне тысячи человек. Ну, до тысячи, около тысячи. Я хочу сказать, что, скажем, ну, вот нам один раз удалось создать вирусную штучку, это как раз в связи с Евровидением и знаменитым танцем и песенкой группы нашей, которая должна была поехать на Евровидение. Но это мы размещали. У нас есть еще канал в Инстаграме, там мы все видео и старших школьников. У нас есть еще телевизионная школа ТЭФИ. Это для... Это связано с телепродуктом, скажем, с видеопродуктом, да? Ну, то есть отношение к конкурсу ТЭФИ имеет название? Значит, знаете, не к конкурсу ТЭФИ, а к самой ТЭФИ, потому что, когда мы создавали эту школу телевизионную, это было в 2012 году, и директор Академии российского телевидения привозила региональный ТЭФИ в Таганрог, и мы большие друзья, я имею в виду наш медиапарк Южный регион. Она приехала, и ей показали проект, что мы создадим школу. Она сказала, если вы сможете эту школу создать, детскую телевизионную, то я сделаю все, чтобы у вас была... Это была школа ТЭФИ. И мы создали к нам на открытии, приезжал тогда Михаил Швыдкой, который был... Министром. Как раз Академию. Да, она была министром и возглавляла Академию ТЭФИ. И школу мы... Нам присвоили имя, далее разрешили, точнее так, использовать имя. У нас школа ТЭФИ имени Раисы Яковлевой Беспечной. Именно того директора, которая много лет возглавляла Академию и очень много сделала для сплоченности всех наших телеканалов, которым трудно найти общий язык друг с другом, в которых большая конкуренция. Академия, у меня к вам такой вопрос. Да. А куда ребята идут охотнее? Работать с программами, с программой или лепить? Да, просто в одном из предыдущих разговоров сегодня в рамках этого марафона мы говорили о том, что коллеги из Питера убеждены, что для особенно младших школьников в четвертый класс принципиально важно получить в руки артефакт. Что-то, что можно пощупать, что-то, что можно передать, показать, принести. Да, мне было бы интересно узнать, как у вас обстоят дела, что ребятам больше нравится, зависит ли от возраста выбор. Ну, знаете, я вам что хочу сказать, что это не зависит от возраста, потому что у нас нижняя планка – это 10 лет, да? Мы берём, вот если человеку есть 10 лет, и дальше есть два условия. Первое условие – нужно очень любить рисовать. То есть рисовать всегда, везде, обычно, ну что угодно, ну вот любить рисовать, да? И те, кто любят рисовать, они идут, соответственно, в компьютерную, ну, в тонбумовскую анимацию, да? А те, кто любят лепить, я люблю лепить из всего, из глины, из песка, из пластилина, из теста, из чего угодно. Или я не очень хорошо люблю, но мне это нравится. Вот мне так нравится, что неважно, что там получалось, «Скаляка» или «Маляка». Вот, он идёт на пластилин. Я хочу сказать, что, допустим, у нас года два или три назад был мальчик, которого мы вот прям с большим исключением взяли, потому что он нам… Он ужасно плохо рисовал, с моей точки зрения. Но он был такой, он моментально придумывал истории, и он, когда первый раз пришёл, он просто всех поразил, ему сказали, ладно, оставайся. Ему было 9 лет. Вот я просто хочу… Я сегодня нашла его блокнот времён Очаковских и увидела то, что я никогда не видела. Увидела у него, как он для себя писал персонажей. Он писал «Сос-самое опасное существо». Комп – король опасный межпланетный. Соус – самый опасный убийца страны. Сом – самый обычный мальчик. И так далее. Вот когда у человека так работает фантазия, не важно, куда он пойдёт. Поэтому сложно сказать. У нас одинаково много людей. Давайте вот об этом чуть-чуть поговорим. То есть, ребята вкладывают время, силы, страсть в некое дело, в создание мультиков. Мультиков рисованных, мультиков пластилиновых, не так важно. А что происходит с ними потом? Не с мультиками, а с ребятами. Где они могут применить эти знания, умения, навыки на практике? И отслеживаете ли вы карьерные траектории или профессиональный выбор своих выпускников? Ну вот, если я вам скажу, что в основном в мультстудии пластилиновой это средний возраст 10-11, то до карьерного роста выпускников будет ещё не очень скоро. Три года. Ну почему три? Больше. Десять лет. Потому что я знаю массу примеров сегодня, когда ребята, правильно выбравшие точку приложения силы, начинали реально строить карьеру в 14-15 лет. Я подписал свой первый контракт в 14 лет. Ну понятно. Нет, таких примеров у нас нет, но, допустим, в этом году абитуриенткой нашего факультета, наш факультет называется «Мультимедийные технологии и коммуникации», МКМТ, будет девочка, которая сколько-то там 5 лет назад училась у нас в мультстудии. Ей это всё очень понравилось. Она уговорила родителей купить ей очень дорогую программу «Тум-бум» домой, студию, да, и продолжила рисовать. Потом пошла в колледж, в ГИКовский колледж, именно на мультипликацию. Вот она его в этом году закончила и решила продолжить уже высшее образование к нам на факультет, узнав о том, что медиапарк и факультет заключили наговор с «Союзмультфильмом» и по образовательным проектам, и по тому, что можно будет выполнять какие-то определенные работы по заказу «Союзмультфильма». Вот. Поэтому, вот видите, интерес не пропал. То есть мы заранили интерес, дали определенные навыки, увлекли. Человек понял, что это его. Надо же отучиться, сколько там, три-четыре года как бы в колледже в ГИКа, и пойти дальше. То есть не бросить это. Это нравится. Я смотрела ее мультики, которые она мне прислала ссылку, как она делает. Это уже прям, ну, очень так, очень. Но зарабатывать, зарабатывать мультиками у нас, вот дети, еще никто не зарабатывает мультиками. А тефики деньги себе зарабатывают съемками и монтажом. Съемками и монтажом. Монтажом, да. Такой вопрос. Есть какой-то бизнес-дивижн, ну, то есть какая-то структура, которая могла бы помогать продюсер-ребят, которые работают в анимационной студии? Дело вот в чем. У нас как бы студия, она учебная. То есть они работают только когда, во время занятий, да, то есть они все делают, все свои продукты, они делают только во время занятий. Или если мы делаем, ну, вот мы, допустим, в прошлом году решили поучаствовать во всероссийском конкурсе «Живой словарь» про слова. И тогда мы пригласили бывших ребят, которые у нас учились, и вот у нас была такая разношерстная команда, там, из четырех человек, которая за две недели слепила, санимировала, озвучила мультфильм, который в итоге занял первое место в этом всероссийском конкурсе. То есть, ну, если бы у нас была постоянно действующая мультстудия, наверное, мы бы толкнули медиапарк о том, что давайте ищите нам заказы. А поскольку у нас учебная, то есть у нас каждый год приходят дети, которые ничего не умеют, да, и с первого занятия они начинают узнавать, что такое история, как пишется сцена, Мари, что такое раскадровка, положительный герой, его антипод, конфликт, вот этот, колобок родился, колобок повесился. Вот они это так рисуют, первую раскадровку приблизительно. Вот, поэтому, и они только к концу курса, ну, к финалу, собственно, когда они подходят к финалу со своими мультисториями, мультисториями, и когда они видят, что у них действительно получилась мультистория, неважно, это пластилиновая, пластилиновая вообще сложнее, если ты хоть тут рисуешь и запустил немножко анимацию, ты уже представляешь, а пластилиновую ты лепишь, лепишь, потом вот это вот стоп-моушен, снимаешь, 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 но снимал, у тебя там уже три тысячи кадров, и только когда ты приходишь и знакомишься с программой верстки, там, Adobe Premiere, и тут ты делаешь первую сцену, и ты видишь, что у тебя все двигается, и такой восторг у них к концу. Курса бывает. Расскажите, пожалуйста, Татьяна, что у нас, у вас происходило в период локдауна? Вы прекратили учебную деятельность? А вот мы, вот у нас хитрая система, у нас мультстудия, курс рассчитан на полгода, поэтому мы успели до локдауна закончить, но не успели провести выпускной. И мы долго спорили, проводить ли этот выпускной, то есть мы сразу на FTP забросили все готовые мультики, чтобы ребята могли там все уже, каждый посмотреть, свои, своих друзей, все, кто учился, и коллективный мультик, у нас всегда есть у каждого своя мультистрия, обязательно есть общая история, над которой все работают, да? Вот, забросили эти мультики и думали провести, может быть, онлайн или через трансляцию ВКонтакте или через Zoom выпускной, но я была категорически против, потому что для меня выпускной это обязательно офлайн сейшн, потому что они собираются, они получают свои заработанные сертификаты, победители получают статуэтки, там есть голосование, там есть вот эта радость совместного просмотра, даже несмотря на то, что каждый уже посмотрел, но коллективный просмотр — это совершенно иная магия, это какое-то волшебство, когда они все смотрят, и уже, ну, в общем, поэтому мы решили, что мы это проведем в конце августа, там 29-я это суббота будет, вот, наверное, проведем этот выпускной. Поэтому мы очень удачно закончили, а так бы у нас не получилось, потому что, например, у ребят не поставишь Тунбум, потому что это очень дорого, и битых, как я говорю, программ Тунбумовских нет, ну, это надо покупать, это целое дело, вот, и, конечно же, у нас в этом году пластилинщики были маленькие, 9-12 лет, и у них дома тоже, у многих еще даже нет компьютера, на который можно было бы поставить программу, и которое бы потянуло это огромное количество весе фоток, да, чтобы из которых доделать мультфильм. Поэтому нам хорошо, что мы успели. Правильно я понимаю, у вас есть группа в ВКонтакте, у вас есть канал на Ютьюбе, у вас есть на Инстаграм. Да, да. Какой из этих каналов имеет наибольшую аудиторию? Ну, наибольшую аудиторию имеет ВКонтакте, потому что он самый старый. Ну, то есть, вот мы в 12-м году организовались, да, и мы его завели. Инстаграм у нас недавний, да, относительно. Вот, поэтому в Инстаграме у нас в основном, ну, так сказать, бывшие тефики, бывшие мультики, и те, кто хотят, наверное, к нам попасть. То есть, это в основном дети, даже, ну, иногда там родители, но очень мало, в основном детский возраст у нас есть. Или какие-нибудь коллеги из регионов, которые вдруг увидели у нас мультики, который понравился, или там видос, который там их чем-то удивил, да, и они вот подписались на этот канал или еще что-нибудь там написали. Вот. Поэтому у нас есть еще и в Фейсбуке, но там мы в основном ориентируемся, наоборот, на родителей. То есть, мы при продвижении, ну, скажем так, если это можно назвать продвижением, мы ориентируемся в большей степени на детей, хотя мы дополнительное образование платное, и деньги, конечно, дают родители. Но мне важно, чтобы пришли мотивированные дети, которые дернули бы маму, папу, бабушку или дедушку и сказали, я хочу вот туда. Потому что, когда хочет папа или мама, не факт, что у ребенка будет мотивация, мотивация, а мы как бы не заставляем, у нас нужно прийти и... То есть, у нас интересно, преподаватели немножко сумасшедшие, тоже все интересные, и творчество, и это совсем не похоже на школы или кружки, которые существуют еще где-то, но тот, кто пришел ребенку, ему должно было быть интересно, то есть, это его. Скажите мне, пожалуйста, а что вы думаете про ТикТок? Что я думаю про ТикТок? Про ТикТок как перспективную платформу или не перспективную платформу для краткометражной анимации? Ну, вы знаете, у меня сложное отношение к ТикТоку, потому что как-то я его не восприняла, но 80% школьников, которые у нас учатся, либо в мультстудии, либо в этом, у них есть канал ТикТок, и они чего-то там делают. Вот, и он у них даже более популярный, чем Инстаграм, да, то есть они там даже чаще... Да, конечно, больше охват. Вот, ну, я имею в виду, что, допустим, дети, дети так же, как и взрослые пользователи соцсетей, они же по-разному себя ведут. Кто-то выкладывает что-то каждый день, да, а кто-то там раз в месяц, а кто-то раз в два месяца. Вот я имею в виду мои дети, да, они по-разному активны в соцсетях, но больше всего они активны в Инстаграме, если брать, допустим, ВКонтакте и Инстаграме. ВКонтакте они могут тоже выйти в прямой эфир, но сейчас в Инстаграме прямые эфиры, это вот я только не успеваю, мне пиликает, что кто-то из моих сейчас вот будет в прямом эфире. А какая зрение продолжительность учебного мультика? Ну вот произведение ваших ребят, сколько здесь? Ну, конечно, маленькое, если вы считаете, мы занимаемся полгода, они должны сделать, минимум, который мы им ставим, это 45 секунд. Вот вы возьмите 45 секунд. Это как раз вот на минуту 45 секунд. Ну, не знаю, может быть, но я вам хочу сказать, что у нас, допустим, вот ролик, который у нас стал вирусным в Инстаграме, ну, с учетом того, что, допустим, там у нас бывает просмотров, там, я не знаю, ну, допустим, 200-300 там просмотров какого-то видео, да, то вирусный ролик, там было что-то около 20 тысяч за два дня сразу грохнули. Мы его же разместили и в ТикТоке, ну, не, поскольку аккаунта нет, кто-то из наших детей я попросила, они разместили. Там такого эффекта не было почему-то. И я, ну... А вы могли пластилиновые мультики туда повесить? А вот мы как раз пластилиновые мультики, на пластилиновом мультике мы их айпанули. На пластилиновые. Нет, мы... Да, вот что-то, что-то не это самое. Ну, это частные случаи, поэтому я говорю, что ТикТок у меня так вот как висит сейчас, как лампочка, и вот раздражающе моргает, и я думаю, они пойтили... Они пойтили еще и туда. Они пойтили еще туда. Ну, а почему бы не пойти? Давайте теперь мы с вами попробуем ответить вместе на вопрос нашего текущего голосования. Мы сейчас выясняем, чего вам не хватало в дистанции, с которым вы сталкивались в период, ну, там, от начала локдауна. Да, потому что понятно, что вы так или иначе сталкивались с дистанционным общением, обучением. Кстати, а вы сами за это время какие-то учебные курсы прошли? Ну, я сама за это время просто больше занималась английским. Я на старости лет решила учить английский, потому что ни в школе, ни в УЗе я не учила английский. У меня был немецкий. И теперь я вот учу английский, и в связи с этим я просто увеличила время на английский. Он мне был каждый день. На дистанции, правильно? Раз в неделю онлайн. Нет, но я имею в виду просто кучу времени, который... Ну, и плюс я бы не сказала, что я училась. Нет, я не учила ничего, кроме иностранного языка. У меня была другая направленность. Я очень редко, у меня в обычное время есть возможность посмотреть фильмы. И я дорвалась, как я сказала. Люди в восьмом году закончили, например, там, Доктора Хауса, а я вот только сейчас его раз, и все сезоны просто одним махом села. А сезонами коронавируса топ-3. Поделитесь, кто вы посмотрели во время локдауна, что больше всего понравилось? Ну, вот я посмотрела, как раз я вам как сказала, весь сезон Доктора Хауса. Я посмотрела все сезоны шведско-датского моста, мост. Как понимаете, смотрела детективы. Я посмотрела пока только один сезон, и то не до конца настоящий детектив. я посмотрела часть серий, которые не видела раньше теории Большого Взрыва. То есть я его периодически смотрела, но с большими пропусками. Ну, собственно говоря, я посмотрела там из одиночных фильмов там Джентмены, ну, вот такое вот. Ну, мне хватило... А, еще было тоже 11 сезонов, как я говорю, сериала элементарно про Шерлока Холмса. Теперь я про Шерлока Холмса посмотрела все, что снимали за все эти годы. Все виды сериалов, все виды стран. Татьяна, спасибо большое. Было очень любопытно узнать и про случаи хайпа, и про то, что ребята выбирают, ну, пока в единичных случаях, но тем не менее выбирают продолжать заниматься анимацией профессионально, и про то, какие каналы вы используете для дистрибуции учебного контента. Вот. Я уверен, что анимация в том или ином виде, что до коронавируса, что в условиях пандемии будет обязательно развиваться. Мне тоже очень любопытно, как этот формат будет обживать новые микро-видеосервисы, учитывая, что этих микро-видеосервисов является все больше и больше, помимо ТикТока, Фейсбук заявил о запуске аналогичного сервиса, ВСК уже запустил такой сервис, Ютьюб планирует запуск такого сервиса, то есть мы увидим взрыв микро-видеосервисов, и пока что анимации там не густо, хотя спецэффекты... Потому что сделать ее... Это же муторно затратное дело, это кроме таланта нужно еще усидчивость, усидчивость и усидчивость. Чтобы сделать одну секунду, ты должен как минимум сделать, ну вот мы дети делаем меньше, как минимум 24 кадра. 24 кадра санимировать или отрисовать, это же души и свет, и у тебя будет всего одна секунда видео. Ну вот очень интересно посмотреть, что с этим будет происходить. Спасибо большое. Давайте подведем итоги нашего голосования по вопросу, чего вам не хватало в дистанции, с которым вы сталкивались в последнее время. Однозначный лидер в ответах обнимашек с преподавателем не хватало, 42 процента опрошенных дали такой ответ. На втором месте людям не хватало групповой работы над проектом. Мне, честно говоря, очень странно это слышать, потому что, ну, казалось бы, в современном арсенале средств коммуникации достаточно платформ для групповой работы над проектами в любом режиме, хочешь в режиме реального времени, хочешь в отложенном режиме, но факт остается фактом, 25 процентов нашей аудитории заявляют о нехватке групповой работы над проектом, но это скорее, как мне кажется, вопрос к модераторам, вопрос к организаторам учебного процесса. На третьем месте разговоров один на один не хватало, и по 8 процентов у вариантов ощущения присутствия в общей комнате и детального разбора домашнего задания. Да, то есть одно методическое, другое эмоциональное. Вот сейчас поменялась статистика по 13 процентов ощущения присутствия в общей комнате и детального разбора домашнего задания, но расклад общий не поменялся. Ну, обнимашек я вам предложить не могу прямо сейчас, даже виртуальных могу предложить вам еще один вопрос. Вопрос такой. Какие технологии с вашей точки зрения стоит активнее включать в учебный процесс? Этой теме будет посвящен наш следующий опрос. Пожалуйста, не забывайте в опросах участвовать. Я напоминаю, что, во-первых, у нас есть хэштег мультимедийные мы или мультимедиа «we», которым вы можете пользоваться для того, чтобы делиться своими впечатлениями, вопросами или просто отслеживать наши новости с помощью этого хэштега на разных платформах, в разных социальных медиах, в том числе в Фейсбуке, например. Еще вы можете прогуляться в оранжевую комнату, где продолжается создание мультимедийного курса. В режиме реального времени над этим проектом работает замечательная команда из мультимедийного продюсера Оксаны Силантьевой, журналиста и документалиста Алисы Кустиковой, а ведущая в оранжевой комнате Нина Добрынченко Матусевич. Значит, Оксане, Алисе и Нине можно время от времени задавать вопросы в оранжевой комнате, но к слову о вопросах давайте посмотрим, что у нас с вами происходит в ленте. Просит подсказать название конструктора выложили CoreApp про ТЭПи выложили про телевизионную школу ссылочку что у нас еще происходит интересного в вопросах нет новых вопросов по существу пока нету но у вас всегда есть возможность их задать во-первых в оранжевой комнате во-вторых написать нам вопросы и ответы пользуйтесь я предлагаю двигаться дальше у нас по-прежнему ожидаются звонки обратите внимание что у вас есть кнопочка позвонить в эфир вы видите что люди это делают делают успешно и дозваниваются и именно благодаря вашим звонкам наши скрайберы замечательные наполняют пространство в эфире скетчами напомню что с нами работают двое скрайберов это Наталья Баринова и Юлия Беляева вот они нам подмигивают рисунками на доске спасибо очень приятно и у нас идет текущий опрос посвященный инструментам какие технологии стоит активнее включать в учебный процесс варианты следующие виртуальную реальность платформы для групповых проектов трансляции прямые эфиры создание мультимедийных проектов учениками и особое мнение тех у кого особое мнение очень прошу не ограничиваться голосованием а позвонить нам в эфир и поделиться этим особым мнением потому что это всегда самое интересное и с особого мнения начинается особая дорожка именно эта особая дорожка может привести к чему-то новому если вы уже побывали у Оксаны в оранжевой комнате и вернулись к нам напомню что у нас с вами было раз два три четыре звонка в рамках реалити-шоу мультимедийные мы мы поговорили про чат-бот Тигран мы проговорили про развитие школьной журналистики такое очень напряженное для меня по крайней мере была беседа поговорили про мультимедийные проекты в деревенской школе ребята это просто восторг и только что закончили разговор про школу анимация детскую анимационную студию в рамках этого разговора обсуждали что у нас происходит с каналами распространения краткометражная анимация в высокотехнологичной среде поняли что пока существующие вирусники с аудиторией в десятки тысяч просмотров легче всего запускаются в инстаграм а что будет с форматом краткометражной анимации в условиях победного шествия микро видеосервисов таких как тикток пока мы не знаем но то что это безусловно пространство возможностей для аниматоров это факт я прошлый раз говорил с вами про проблемы коннективити да вот на примере деревни мы теперь знаем что эта проблема решается особенно при условии если школа ответственно подходит к решению вопросов учеников помогает с оборудованием но оборудование правда это не совсем коннективити это скорее наличие инструмента доступа а проблемы с коннективити нам подтвердили что действительно есть ну да инфраструктура совершенствуется и те вызовы которые ставят перед нами реальность в том числе тотальный локдаун это стимулы для развития инфраструктуры вот выяснили мы что люди скучают без обнимашек хотя конечно обнимашки прямого отношения к учебному процессу не имеют но видимо возможность неформального общения я бы это так интерпретировал имеет для людей большое значение потому что действительно когда мы с вами включаемся в онлайн мы фокусируемся на работе да то есть мы приходим зачем-то мы приходим учиться мы приходим на деловые встречи хотя большое количество развлекательных форматов стало появляться тоже в высокотехнологичной среде взять те же зум-бары например надо сказать что я имел удовольствие пообщаться с Давидом Яном предпринимателем предпринимателем который давно уже живет в Кремниевой долине которого вы проекты которого вы безусловно знаете ну например из проектов над которыми он сейчас работает это iva.ai он говорит о том что неформальное общение для эффективности бизнес-процессов особенно сейчас в условиях тотального локдауна очень важно и они в своих проектах организуют например ну типа виртуальные кофе-точки да где люди могут встретиться и поговорить не о работе в промежутках между решением деловых вопросов онлайн так что обнимашки обнимашками но неформальное общение без формального повода очень важно для эффективности так значит какие технологии стоит активнее включать в учебный процесс вопрос который мы с вами обсуждаем напоминаю что жду ваших звонков в студию для того чтобы обсудить взлеты падения радости и горести дистанта хочу рассказать что у нас например именно с первой волной короны и локдауном совпал запуск первого в России полностью виртуального TEDx вот это было потрясающе мы посвятили это мероприятие которое проводила команда TEDx Красная Поляна хроникам будущего и проводили его под девизом пространство закрытых границ и безграничных возможностей получили огромную аудиторию мы рассчитывали на то что нас увидят в течение шестичасового марафона тысяч двадцать тридцать нас посмотрело больше ста пятидесяти тысяч человек но еще раз повторюсь это было в самом начале когда никто не знал что происходит и надолго ли это я думаю что сейчас собрать массовую аудиторию было бы много сложнее прежде всего потому что форматы приедаются нащупать что-то новое очень трудно там или тему поймать какую-то такую которая вызвала бы резонанс у широкой аудитории для образовательных проектов в образовательных проектов есть не только задача формировать кругозор или влиять на повестку дня но и помогать аудитории сформировать новые или улучшить имеющиеся знания умения навыки для этих проектов массовость в общем не очень нужна для этих проектов важнее экспертиза со стороны преподавателя и желание осознанная потребность в знаниях со стороны аудитории так что для образовательных проектов локдаун не помеха в отличие медийки медийчикам конечно сложнее и получается что образовательный контент в сложившихся условиях может вполне успешно конкурировать с контентом медийным прежде всего потому что ориентирован он на другой тип аудитории на аудиторию групповую и там гораздо проще получить лояльность и внимание в долгую потому что мотивация аудитории понятна итак какие технологии активнее включать в учебный процесс виртуальная реальность платформа для групповых проектов трансляции прямые эфиры создание мультимедийных проектов учениками посмотрим что нам показывает голосование голосование нам показывает что 73 процента наших слушателей и зрителей выступают за необходимость создания мультимедийных проектов учениками второе место у виртуальной реальности 17 процентов и по 8 процентов у платформы для групповых проектов и трансляции прямые эфиры ну